— Вас желает видеть госпожа Маурина. — Ах, черт возьми, Маурина. — Попросите подождать. Я одну секунду. — Я одну секунду. Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел. Вернее, вылетел. — Ради самого Бога. Простите, что я вас заставил. Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бледно одетая. — Все на ней висело, щеки висели, платье висело. Я смешался. Она тоже. — Маурина. — Виноват вы, вероятно, матушка Анны Николаевны. Она улыбнулась грустной улыбкой. — Нет, я сама есть Анна Николаевна. Автор помещенных у вас рассказов. — Но позвольте, как же так? Я знаю Анну Николаевну. — Та брюнетка, она никогда не была Анной Николаевной. — Это... это обман. Не сердитесь на меня. — Выслушайте. Она была растеряна. На глазах стояли слезы. — Вы позволите мне сесть? — Да, конечно, прошу. Простите, что я раньше... — Не, ничего. — Ради Бога. — Не извиняйтесь. — Позвольте мне вам рассказать. Не сердитесь. Рассказы писала я. Вот, видите ли, мне хотелось печататься. Не только для гонорара. Нет. Мне казалось, что у меня есть что сказать. Я много пережила, перечувствовала. Много думала. Мне хотелось писать. Я написала три рассказа и отнесла в три редакции. Может быть, это были не дурные рассказы. Может быть, плохие. Я не знаю. Они... они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходил несколько раз. Мне говорили, что вы заняты. Через неделю. Наконец, ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его даже не читали. Сударню, этого не может быть. «Этот рассказ был потом напечатан у вас же», — ответила она тихо и печально. Тогда мне в голову пришла мысль. Быть может, очень нехорошая, быть может, очень дурная. Я в тех же меблированных комнатах жила молодая девушка. Гувенантка, без места. Очень красивая. Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной. И, простите меня, талантом которой вы так заинтересовались. Она также сидела без средств, и я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она носить мои рассказы от своего имени. Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует. Особенно, когда такой портрет. Я посмотрела на нее. Роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня. Я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег. Ничего. Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека. Ни одного слишком вольного слова. Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через три дня. Только и всего. И все рассказы были приняты. Боже мой, это так естественно. Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка. Сначала, в особенности, рассказы бывали не совсем удачны. И некоторые, господа, редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью? Вычеркивали, но как осторожно и с каким сожалением. Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое. Она мне обыкновенно рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись. Как вы такая молоденькая и откуда вы все это знаете? Простите меня, ради Бога, это ваши слова. Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости. Откуда у вас такие мысли? Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке. Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма. Это придавало ей только интерес. Ей и ее, в кавычках, рассказом. Она всегда рассказывала мне, что ей говорили. И мы, простите меня, много смеялись. Она очень весела, а я не так. Но все-таки смейтесь надо мной. От похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово. Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали сто рублей, иногда двести в месяц. Сто я отдавала ей, сто брала себе, и все шло отлично. Как вдруг на прошлой неделе та, Анна Николаевна, поступила в кафе Шантан. В кафе Шантан? Да, в кафе Шантан. Там ей показалось веселее, и ей предложили больше денег. Я умоляла ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще полгода мы стали бы зарабатывать 500 или 600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умоляла ее не губить моей литературной карьеры. А она ушла. Там веселее, сказала она. Что мне оставалось делать? Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно. Сегодня одна Маурина, а завтра другая. Да и к тому же, не сердитесь на меня, я думала и надеялась, что мои труды, одобренные и печатавшиеся, дают уже мне право выступить с открытым забралом, с некрасивым лицом. Не гневайтесь же на меня за маленькое разочарование. Я, я право, не знаю. Все это так странно. Такая нелитературность приема. Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить. Не говорите мне. Не говорите, я уже слышал это. В одной уже редакции меня почти выгнали. Нелитературный прием. Расчет на какие-то посторонние соображения. Это не принято в литературе. Ну вот я и пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к моим рассказам. Вы их так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вы читали в три дня. Мне можно зайти через неделю? Помилуйте, зачем же через неделю? Уверяю вас, вы ошибаетесь. Не сердитесь. Все равно я прошу вас зайти через три дня. Через три дня рассказ будет прочитан. Ну, может быть, лучше через... Сударыня, повторяю вам. Через три дня рассказ будет прочитан. Имею честь откланяться. Через три дня я получил через секретаря записку. Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня. Я зайду еще через неделю. Уважающая вас, Маурина. Такая досада, черт возьми, подумал я. Непременно надо было прочитать и забыл. Затем я уже не помню, что именно случилось, что-то было. Осложнение на Дальнем Востоке. Затем недород во внутренних губерниях. Вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей. Положительное отсутствие времени. При спешной лихорадочной газетной работе, потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти. А недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной. Вечером я встретился с редактором. Кстати, а у вас Маурина пишет, спросил я. А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок. Да, удивился я. И Примила пишет. Примила? Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты там отступления. Приходится переделывать, да, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прям не жаль. У нас в редакции все ее любят. Прям войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая, детская личика, чудная блондинка. Ах, она блондинка. Блондинка, а что? Ну так, ничего.